С праздником поздравляли друг друга Чуваши, когда собрались в музее Симбирская Чувашская школа, квартира Яковлева, на празднование 150-летия создания первого Чувашского букваря. Празднование юбилея началось с возложения цветов к памятнику Чувашского алфавита. Есть те люди, которые, к сожалению, читать не умеют, особенно то поколение, которое выросло. И достаточно много появилось сейчас народа, которые не только читать, но и разговаривать не могут на языке, потому что долгие годы в школах не изучали этот язык. Вот мы сейчас прикладываем, во всяком случае, усилий, так что этих способных читать на языке стало больше. Первый Чувашский букварь был опубликован в 1872 году известным просвидителем Чувашского народа, основателем народной школы Иваном Яковлевичем Яковлевым, на основе нового Чувашского алфавита, созданного им же годом ранее. Этот алфавит отражает самобытность чувашского языка, который является древнейшим представителем болгарской группы тюркской языковой семьи. За рождение языка относится к первому веку до нашей эры, и в настоящий момент чувашский язык является единственным живым языком этой группы. Яковлеву было очень важно не просто создать новый язык, а создать такой язык, который бы сохранял в себе все наследие чувашского народа. Такой алфавит, чтобы в нем чувашский народ мог найти все те звуки, к которым он привык. То есть он просто записал чувашский язык русскими буквами, мы так скажем. В букваре это очень плавное обучение русскому языку с уважением к чувашскому языку. Заслуга Яковлева в том, что он смог сохранить идентичность чувашского языка в новом алфавите. Для него было важно, чтобы чуваши не забыли свой язык, поэтому обучение шло на их родном языке. И сначала дети учили чувашский, а потом постепенно и очень плавно постигали азы русского языка. Это давало возможность плавно влиться в русскую культуру, но при этом они сохраняли свой собственный язык и традиции. На празднике прошло торжественное разрезание некоторых страниц букваря, изданного в 1885 году, который хранится в Краеведческом отделе Дворца книги и никем не прочитанного. Хотя с того момента букварь переиздавался множество раз, и по нему выучились тысячи чувашских детей. Текст из этого букваря зачитала заслуженная артистка Чувашской республики Зоя Михайловна Рейтер. Букварь сохранил интересный фольклорный материал, записанный Яковлевым в 19 веке. В нем можно узнать, к примеру, продолжение текстов некоторых пословиц, которые у нас на слуху. Например, очень, я думаю, всем известная пословица «пьяному морю по колено». Так буквально 19 века мы читаем продолжение, а лужа – овши. И сразу, согласитесь, пословица становится другой, мы сразу понимаем ее смысл. Или, например, курица по зернышку клюет, а продолжение у этой пословицы «и то сыты живет». Сразу тоже смысл нам становится более понятным. Или «на чужой кировай рот не разевай». А в 19 веке нам советуют – а пораньше вставай, да свой затевай. Музыкальным сопровождением праздника стало выступление народного коллектива молодежного чувашского эстрадного вокального ансамбля «Мерчин». Руководитель Мария Ямщикова. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправдотовы.